Мы снова на кухне и наши участники продолжают битву за право остаться в полуфинале. Продолжение следует... Макс Маркет – уникальный гипермаркет, где можно найти абсолютно все. Но сегодня мы остановимся на собственном производстве хлебобулочных изделий. Несколько видов батонов – хлеб бородинский, якутский, гречневый, сырный, тосканы и многое другое. Ценители полезной кухни непременно оценят состав продуктов. Все выпекается из ржаной, гречневой и муки высшего сорта. А большая семья непременно оценит семейный хлеб. А для семейного торжества или просто сладкого чаепития – огромный выбор десертов. Торт медовый, рубленый, птичье молоко. А также вы здесь найдете авторские торты от кондитеров. Макс Маркет – торт манговый и вишневый. Александр Иванов – отец двоих дочерей. Работает главным экономистом. Готовить научился в полевых условиях во время походов. Все поменялось после поездки в Исландию, когда Александр открыл для себя новые продукты, кроме привычных мяса с макаронами и рисом. Александра Филиппова – бабушка пятерых внуков. Свободное время старается проводить больше на природе, подышать свежим воздухом. Любимое место дома – кухня, где Александра создает кулинарные шедевры для своих родных. Эдуард Неустроев – женат трое детей. Охотник, рыбак и футболист-любитель. Мясо, рыбу и дичь любит готовить, а вот с мучными салатами не дружит. Наталья Атласова – студентка юридического факультета. С детства занимается шахматами, играет на фортепиано, увлекается историей и математикой. Любит французскую кухню. Каждый из них пришел доказать, что именно он достоин звания первой на кухне. Чей рулет понравится экспертам? У кого рыба окажется нежнее? Победа? Только победа. Вперед, так вперед. Проверить свои возможности. Уверена, что я сделаю, как надо. Обойдут ли мужчины по мастерству опытную в кулинарии Александру или Наталью, которая явно имеет четкий план действий? Узнаем в этом выпуске. Участники должны приготовить на каждое блюдо по две порции. Подать к ним как минимум один гарнир и соус. Осталось меньше получаса до конца тура. Участники явно начали нервничать. Ухажения не готовы я. Надо закончить хотя бы одно блюдо тогда. Как вы помните, Эдуард успел ухватить очень многое из общего стола. Но в итоге у него не хватает ингредиентов на второе блюдо. Как же он справится, имея в наличии только огурец, острый перец и помидоры черри? Ну, почти успеваю. Можно сказать, осталось соус добить. Но горчицы нету, поэтому не знаю, какой соус получится. Попытаемся сделать из того, что есть. И главное, попросили два соуса, а почему-то только один нам дали этот соусник. И придется, наверное, в эту плашку. Или как? А рыбу достали уже? Рыбу да. А, нет, не достал. Еще минут 5-7 осталось. Хорошо. Гарниры? Гарниры, ну, гарниры, да. А рулеты какой-то? Из гарниров только вот. Все? Гарниров больше нет. А, вот еще. Что-нибудь придумаем. Если куриный рулет Наталью серьезно озадачил, то рыба стала приятным сюрпризом для девушки. Участница собирается впечатлить экспертов своими кулинарными знаниями. Планы – это хорошо, но умение подстраиваться – лучший навык на нашей кухне. Чтобы победить, нужно уметь быстро реагировать и импровизировать. Аташа, тебя как получать? Ой, на самом деле, немного растерялась. Не знаю, как приготовить рыбу. 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 Ну, молодец. Желаю удачи тебе. Тебе тоже. Участники настолько увлеклись процессом, что просто не замечают, как быстро бежит время. А зря. Упущенная секунда грозит вылетом из проекта. Ох, мой соус сгорел. Для Александра наш конкурс оказался полон сюрпризов. Участник до последнего не мог определиться с соусами для блюд. Ведь в его поварской книге только один соус на все случаи жизни. Для меня, как для обычного человека, курица и рыба по соусу особо не отличаются. Какой-то белый соус должен быть. Это, наверное, слипки или что-нибудь в этом роде. А вот сейчас для меня действительно загадка, как для рыбы отдельно какой-то другой соус приготовить, а для курицы другой. Они же должны как-то отличаться, а то у меня одно и то же получится. Я не могу понять, как работает плита. Решил ли Александр головоломку с соусом? Я сейчас все попробую вместе с соусом и так далее. Если где-то еще не хватает соли, то соль придется добавить. А какой соус? Соус сливочный. Соус у меня застыл, оказывается. Я не думаю, что он такой густой будет. Практически каждый сегодня решил попробовать что-то новое. Это достойно похвалы. Но не выйдет ли первый блин комом? Белый соус пока не всплеваю. Это что приготовили? Кисло-сладкий соус. Первый у нас готовили. Попробовала себя. Как будет? И как? Вышло? Получилось? Не знаю. Получится новинка. А как дела у Эдуарда? Это у меня соус импровизированный, кисло-сладкий. Так как ингредиентов не хватило. Так. Мед я в спешке забыл. Без меда. Ну, думаю, должно быть вкусно. Так, на вкус. Мне нравится. Нравится. Это какому блюду у тебя соус? А? Какому блюду соус? Это к рыбе. А рыба готова? Нет, извиняюсь. Это к рулету. А к рыбе у меня другой немножко. Хорошо. Если успею, сделаю. Ага, хорошо. Осталось только 15 минут. Тоже кисло-сладкий, правда. Другого не умею, к сожалению. Два кисло-сладких соуса не слишком ли много? Интересно, что скажут эксперты? Узнаем совсем скоро. У Натальи, как помним, сложилась непростая ситуация. Девушка не поняла задание, казалось, на волоске от провала. Наташа. Да? Можно мне один чили-перчик? Да, конечно. Ага, спасибо. А ты уже все? Ну да, уже только украшаю. Украсть осталась. Украшаешь? А у тебя по одному блюду? На каждое, да? Ну да. Вроде два, говорили? Да? Да, вроде по два же говорили. То есть рулета два у тебя блюда должно быть, и рыбы два блюда. И что же делаешь? Разделить надо будет. Ну давай, желаю удачи. Спасибо за перчик. Но девушка смогла собраться за считанные минуты, найти выход и даже первой приступить к сервировке. Я не знаю, как оформить вообще в целом, потому что у меня не было идеи именно приготовить какой-либо соус для куриных рулетиков. Я не знаю, как подобрать соус. Но соус не получается. А соус у тебя один на оба блюда? Ну да. Не хватило продуктов велика? Не хватило идей. Домашний майонез довольно легкий в приготовлении соус, но его очень просто испортить, чем сейчас и занимается Александр. Участникам нужно срочно найти блендер, а не тратить драгоценное время впустую. Мне кажется, майонез не выйдет с венчиком. Ну, может выйти. Я пробовал как-то, выходило, но здесь не получилось. Мне кажется, все-таки, Саша, ты теряешь время, придумай что-нибудь другое. Сейчас, ага. Скорее всего, сюда же добавлю. У нас подоспел еще один рулет. Каким же получился он у Эдуарда? Рулет готов. Можно так сказать. А разрезать, разрезать? Ну, этот разрежем сейчас тарелочку сразу. Угу. Посмотрим, что получилось. Впервые приготовил рулет. Не знаю, что из этого выйдет, но надеемся на лучшее. Времени для приготовления все меньше. Но какой бы напряженной ни была обстановка на кухне, как бы сильно участники не торопились, они не забывают об одном – помогать друг другу. Эта четверка оказалась очень дружной, но, несмотря на это, только двое из них пройдут в полуфинал. Кто это будет, мы узнаем в этом выпуске. Зима – это то берег ледяной, холодный, и желанно только кружка горячего чая. То лед, утаивший застывшие пруды, в ожидании лопат и коньков. Позднее утро и ранний закат, что на стенах рисуют узоры. И не может быть утро недобрым, без тепла и уюта в душе. Сохраните тепло с Фосмаркет. Остается все меньше времени до конца тура. Участникам уже нечем делиться друг с другом. Самое время подключить фантазию и попробовать сделать из лимона лимонад. Фрукты у меня будут к рыбе, но если так подумать, что как будто бы они не сочетаются с северной рыбой и фрукты, но, как уже сказано было выше, у меня выбора не было, и готовлю из того, что есть. И вот получатся тогда какие-то там океанские мотивы, я бы сказал, болинезийские мотивы. Как будто будем... Надеюсь, что судьи ощутят себя сидящими на берегу океана индийского и будут вкушать диковинные фрукты вместе с нашей северной рыбой. Если с взаимовыручкой у этой четверки все в порядке, то с тайм-менеджментом явно нет. Осталось меньше пяти минут, но у нас ровно половина участников так и не приступила еще к сервировке. Успеют ли они? Ну, посмотрим. Впервые готовлю рулет. Не накормить бы жюри фольгой. Рулет достала из духовки и Александра. Как оказалось, участница успела приготовить не один, а целых два вида. Впечатляет, все-таки опыт есть опыт. Так, попробуй. Как вам? Вроде бы получилось. Как цветок должно быть. Но у меня этот немножко... Так получилось. Но сервировка двух разных рулетов принесла свои опыты. Александра, надо, чтобы эксперты попробовали оба рулета. Ага. И оба рулета одного тарелка? Да. Ну, вот. Это много чего? Короче, четыре тарелки надо. Но если у вас еще и гарниров хватит, то можете в четыре тарелки. Просто переложите два куска этого рулета в одну тарелку и еще добавьте туда два куска того рулета. Вот так хватает. Вот эти там оставьте. Там оставьте. Нет, там оставьте. А, поняла. Несмотря на все сложности и преграды, пальму первенства в этом марафоне одержала Наталья. Девушка первая завершила готовку и уже убирает рабочее место. Похоже, Эдуард не рассчитал время. Участник только приступает к сервировке первого блюда. Чувствуется паника. Овощи мытые, поэтому, я думаю, пойдет с кожурой. Хотя я хотел почистить их. Но, к сожалению, времени нет. Как-то так. Не знаю, как получится. Где моя зелень? Очень зелень оставляет желать лучшего, конечно. Доводит до ума свое украшение и Александр. Как же оценят эксперты, это необычное сочетание северной рыбы и тропических фруктов. Осталось всего 2 минуты. Финишная прямая. А Эдуард только достает рыбу из духовки. Похоже, он рискует не успеть. Рыба готова. Получилось? Надеюсь. Надеюсь, получилось. Времени нет. Буду с пергаментом кладать. Вот так. Пусть будет. О, Дима, ну, с фольгой же сделал. Такого еще у нас не было. Все участники готовы, кроме одного. Счет идет на секунды. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Итак, участники, вам всем удалось уложиться по времени. Прямо сейчас мы начинаем дегустацию. Помощники, пожалуйста, вынесите блюдо. Прямо сейчас эксперты оценят блюда участников. Кто станет лучшим в сегодняшнем туре? Андрей Мустяце, шеф-повар ресторана «Бикетов». Сарглана Винокурова, преподаватель спецдициплин Якутского технологического техникума сервиса. Главный эксперт по компетенции «Поварское дело». Иван Решетников, шеф-повар ресторана «Тыгандархан». Шефы приступают к дегустации. Первым будут пробовать блюдо Эдуарда. Мне кажется, что мой рулет очень вкусный, сочный должен быть. Я впервые его приготовил. Эксперты, мне кажется, что должны восхититься вкусом. Любое блюдо дополняет всегда соус. И здесь я считаю, что соус, это блюдо, очень хорошо дополняет. Поэтому я думаю, что он выполнен неплохо. Рисунок рулета есть. Плотно формированный. На оформление второго блюда Эдуарду совсем не хватило времени. Сгладят ли вкусовые качества пробелы в оформлении? «Я решил приготовить ее в фольге, в кавычках, потому что фольги мне не досталось. Приготовил я ее в пергаменте. Не знаю, как получилось, но думаю, что тоже довольно нормально». «Ну, обычно. Обычно это домашняя еда». Жюри пробуют рулет Александра. Блюда не было бы, если на помощь нашему участнику не пришла Александра. Но эксперты об этом не знают. «Классическое сочетание курицы и грибов. Дополнил его гарниром из булгура и добавил до пикантности перец щили. Перчик отдает свою пикантность этому блюду. Грибы, естественно, такой, я считаю, беспроигрышный вариант в сочетании с курицей. Ну и, естественно, сливочный соус прекрасно дополнил это блюдо». «Ну, я бы сделал рулет куриной, чуть-чуть бы отбил и чуть-чуть посильнее бы закрутил». «Я почти уверен, что у меня лучше всего получилась рыба. И гарнир к рыбе немножко необычный выбрал. Ну, как сказать, выбрал. Что осталось, ну, то и пригодилось». «Можно было и замалиновать, можно и так. Но обычно хорошо с ситуацией подходит к морепродуктам». «Такой фьюжн необычный. Здесь рыба жареная. Я бы, наверное, здесь рыбу все-таки запек бы с овощами, а не жарил бы ее в масле. И тогда бы это можно было бы оценить прям превосходно». На очереди блюда Александра. Участница успела приготовить целых два вида рулета из курицы и рыбы. «Я эксперт по рулетам. Рыбу я хотела на духовке, но у меня фольги не осталось, поэтому я поджарила». «Ну, он курицу передержал, все-таки суховато. Соус тоже сделал на соеву. Он соленоватый. Ну, и картошку тоже передержал». «Такой азиатский стиль, наверное, с омлетом. Ну, картофель, наверное, здесь будет лишний. Но это в целом очень неплохо сочетается. То есть курица, соус терияки, омлет. Ну, выполнено в таком азиатском стиле, поэтому я и считаю, что это блюдо заслуживает внимания». «Классический вариант подачи гарнира. Чего-то не хватает такого яркого». Что скажут эксперты по поводу блюд Натальи? «Оформление, по идее, получилось не так, как я хотела, потому что я хотела оформить чесночным маслом, но у меня не получилось это из-за того, что у меня не хватало ингредиентов. Ну, так же, мне кажется, то, что изюминка обошла, ну, есть из-за того, что там добавила, перемолола орехи, ну, и украсила это красиво. «В принципе, блюдо удачное, единственное. Курицу немного пересушил, ну, это так, в принципе, неплохо». «Рулет куриный. Форма красивая. Получилось. Соус. Похоже, один из экспертов не оценил блюдо участника. Посмотрим, что скажут о рыбе. Почувствуют ли шефы французские нотки? Ну, рыбу он не дожарил. Не рыбу, а тесто. Это оно не дожаренное. Единственное, что мне здесь понравилось в этом блюде, то есть, вот, орехи здесь какие-то вот, то есть, они какую-то свою изюминку придают этому блюду. Так, соус. Или это соус, или, не знаю, что. Ммм, чеснока. Очень. У меня вот зацепило, вот, почему-то, чир. Хоть вы говорите, вот, коллега, что местная рыба не сочетается с фруктами. Вот, мне кажется, все-таки, кухня – это поприще экспериментов, да, и, вот, мне кажется, если бы вот рыба была вот именно запеченная, а не пожаренная, то, как бы, оно было бы прям вот идеально. Нет, сейчас актуально в рулете, чтобы текстура одна была такая грубая, а внутри, чтобы была текстура нежная. Нет, я понимаю, так тут же вот два рулета. А тут два рулета разных, совершенно разных. Два разных блюда, и картофель по-древески. Человек не понял задание, наверное. Через пару мгновений участники узнают, кто же оценивал их работы, и кто из четверки сможет пройти в полуфинал. Итак, участники, эксперты уже приняли решение и готовы огласить результаты. Пожалуйста, уважаемые эксперты, вам слово. Первый участник, на мой взгляд, работал с таким неким профессионализмом, как будто бы у вас есть неплохие задатки именно в кулинарии. Именно гарнир, вот помидор, тоже припустил. Ну, или потушить, или припустить. Она в таком виде не должна. У второго участника он выбрал булгур. Надо было раскрыть вкусовые качества булгура. Рулет с грибами и с булгуром. Какой-то у вас сливочно-грибной соус, да, какой-то. Вот здесь, конечно, хотелось бы такой аккуратности все-таки. И третий участник. Очень сложные блюда она сделала. Два рулета, рулет куриный и рулет из рыбы она сделала. Поэтому тоже она успела еще по времени. Текстура хорошая. Чувствуется опыт, да. Все такое в каком-то азиатском стиле, да, вы любите. Вот. В принципе, все блюда очень такие удачные. Нам очень понравилось. Четвертый участник. Чеснок. Очень много чеснока было. Это был то ли соус, то ли гарнир. Чеснок враговый, да. Надо главное, чтобы курицу не пересушил. Пришло время узнать, кто же проходит в полуфинал и получает заветные картуки полуфиналистов. А чьи блюда совсем не впечатлили экспертов. Пожалуйста, вам слово. Поздравляем наших участников номер один и номер три с проходом в полуфинал нашего кулинарного шоу. Саша и Наташа, к сожалению, вы не проходите в полуфинал и покидаете наше шоу. На самом деле я не расстроена, потому что это все-таки какой-либо опыт, да. Я вот, вот, предложили, что надо. То есть я показала свои умения, я поняла, куда мне нужно стремиться и куда расти. И в дальнейшем это все таки будет. Я понял, что у меня есть пробелы в плане оформления блюд, а также готовки, ну, таких традиционных, любимых всеми рулетов и подобных блюд. Эдуард и Александра, я рада вручить вам фартуки полуфиналистов. Ой, я совсем не ожидала. Конечно, я не ожидал, что я пройду в полуфинал. Все ребята очень сильные, особенно Александра. Большая благодарность жюри, что они оценили мои блюда. Хотя, конечно, красота в них оставляет желать лучшего. Ну, как я и ранее говорил, я надеюсь, что именно вкусовые качества, вкусность моих блюд позволила мне пройти в полуфинал. Уже в следующем выпуске мы встретимся с новой четверкой шоу «Первые на кухне». Им предстоит пройти тот же путь, что и предыдущим участникам. Правила остаются теми же, меняются только блюда и эксперты. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok